Хватит обсуждать, пора принимать генплан. Таков лейтмотив сегодняшнего заседания с участием чиновников, политиков, общественников. Практически все выступающие в один голос говорили о том, что если в ближайшее время этот важнейший для города документ не будет принят, то под вопросом окажется реализация многих и многих перспективных проектов в нашем городе. По поручению правительства и в соответствии с указами президента нам до 2024 года нужно ни много ни мало ввести в эксплуатацию около 3 миллионов квадратных метров жилья на территории города. Существующий генеральный план ввести такие объемы жилья не представляется возможным. Также отметили, что под ударом оказывается и реализация многих национальных проектов. Планы, конечно, амбициозные. Там действительно стоит задача и по народонаселению, и по развитию экономики. И поэтому вот тот генеральный план, он в принципе не позволяет по многим аспектам прийти к 2024 году к этим показателям. Не обошлось и без выступлений общественников. Известный общественник Виктор Рао напомнил о том, что на этот раз отменили общественные слушания по генплану. Он сильно раскритиковал это решение. Между тем, собравшиеся отметили, что даже вот в таком урезанном, скажем так, виде общественных обсуждений, какое реализовывалось на этот раз, более 300 предложений поступило от горожан. Практически все при этом заявляли, что нынешний генплан, который предполагается принять, конечно, не идеален, в нем есть что дорабатывать. В частности, неспроста даже общественность многократно указывала на странности того, что касается зеленых зон, зеленых насаждений, вообще экологических, например, вопросов, вопрос размещения полигона ТБО и так далее, и так далее. Что эти проблемы есть, собравшиеся принимают, но предлагают обсуждать их, более адресно дорабатывать уже после принятия основного документа. Как высказался один из выступающих, генпланы – это не приговор, это стратегия. По сути, сегодня одно из последних и, возможно, решающих обсуждений этого документа. Ожидается, что проект генплана рассмотрят и, возможно, примут на ближайшем заседании Барновской городской думы, которое пройдет уже в конце августа. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова